События мировой значимости для Сочи уже привычное дело, а вот специалистам Ростовской области придется изрядно потрудиться, чтобы провести мудиаль на должном уровне. Во время совещания Анатолий Пахомов отметил, Олимпийские игры, многочисленные чемпионаты, фестивали, тестовые соревнования и Кубок конфедерации дали возможность курорту как следует подготовиться к чемпионату мира по футболу, по всем профилям. Тем не менее вопросов, которые нужно решить еще довольно много. Прежде всего это на самом стадионе, но и мы знаем о том, что нам необходимо доработать и в волонтерской среде, и среди жителей, провести проверку наших домов, домовладений, завершить программу приведения к архитектурному облику и многое другое. Я откровенно сказал, что мы готовы поделиться любым опытом, в том числе и по работе с прессой. Во время Олимпийских и Паралимпийских игр, а также Кубка конфедерации в Сочи успешно работал центр для неаккредитованной прессы. Такое нововведение позволило максимально открыто рассказывать не только о турнирах, но и о жизни города в целом. Мудиаль должен пройти успешно во всех городах России. Сочи готов делиться своим богатым опытом. Мы, горожане этих городов, которые принимают чемпионат мира по футболу, представляем Россию и должны ее представить на самом высоком уровне организационном. И я уверен, что это произойдет, потому что мы видим, какой интерес сегодня проявляют наши коллеги из Ростова. Они уже второй раз у нас. Мы собираемся к ним поехать и уже на месте помочь им и с работой в последней миле, и с организацией, как я уже говорил, работы в городе, волонтерской работы. Мы своим соседям обязательно окажем всяческую помощь. Помощь ростовским специалистам рабочих групп по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу крайне важна. До мундиали осталось чуть меньше года. Процент готовности Ростова среди других субъектов, которые также примут матчи чемпионата мира, довольно высокий. Стадион Ростов-Арена готов уже на 86%. Сдача объекта запланирована в ноябре. Подготовлена также инфраструктура и логистика. У нас строится с нуля впервые за 25 лет новой современной России новый аэропортовый комплекс Южный Хаб, самый крупный на юге России. Его степень готовности тоже в районе 90%. В декабре первые тестовые полеты будут осуществлены. У нас больше десятка объектов транспортной инфраструктуры, объекты инженерной инфраструктуры, много водоводов, новые энергосистемы. Фактически мы на левом берегу построили стадион 45-тысячник, там, где ничего не было. По такому же сценарию был возведен и Олимпийский парк. Наглядно, как работает спустя пять лет наша инфраструктура, делегация из Ростова увидит во время экскурсии на стадион Фишт и прилегающую территорию. Осмотрят тренировочные площадки, гостиницы и пункт досмотра грузов, а также смогут побеседовать с персоналом объектов, на чьих плечах лежит опыт проведения Кубка Конфедераций. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.